Теледва 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 что действительно они могут получить такую услугу. Вот я сегодня упомянул уже про то, что наши внутри сетевые минуты не съедают минуты в пакете. Вот большинство потребителей, даже продвинутых, про это просто не знают. Но когда мы им про это рассказываем, у них возникает большое удивление в глазах. И многие сразу спрашивают, где можно подсоединиться к Теледва. Мы надеемся, что таких клиентов будет все больше и больше. В Алтайском крае Теледва присутствует уже около полутора-двух лет. Каких результатов уже удалось добиться? Удалось ли потеснить большую тройку? Действительно, Алтайский край относится к числу регионов, где мы присутствуем недавно. За это время нам удалось много сделать, запустить современные сети быстрого интернета. Нам еще есть куда развиваться, мы это не скрываем. Как с точки зрения базы абонентов, так и с точки зрения наших технологий, нашей сети в регионе. Но мы находимся в периоде бурного роста. Мы надеемся продолжать радовать и удивлять наших клиентов. Они, надеюсь, отплатят взаимностью, прежде всего, приростной базы. Какие планы на строительство, на развитие сетей, как в России в целом, так и в Алтайском крае в частности? Причем, как экспансия в плане покрытия, так и вглубь освоение новых частот. Мы действительно за последние годы сделали очень большие инвестиции, и самое главное, мы их продолжаем. В этом году мы запустим около 25 регионов сети ЛТЕ. То есть, фактически, мы удвоим количество регионов относительно прошлого года, которые будут покрыты сетями ЛТЕ. При этом надо сказать, что наши сети 3G, они работают на сегодняшний день в 61 регионе Российской Федерации. Они новые, построены в моновендорном исполнении по современной технологии. И, соответственно, даже наши сети 3G обеспечивают зачастую скорости выше, чем на сетях 4G. Из ключевых направлений, помимо сетей ЛТЕ, это достройка московского рынка. Для нас это стратегический рынок. Мы там присутствуем недавно. Мы сделали уже довольно большие успехи в покрытии города Москвы. В этом году задача покрыть большие торговые центры эндорами, покрыть метро. Мы хотим быть лидерами по покрытию метро. И большая, конечно, тема – это покрытие периферии Московской области. В этом году мы сделаем существенный рывок. И нам, я думаю, уже в конце года будет не стыдно за наши сети в Москве даже на периферии Московской области. В Алтайском крае на сегодняшний день крупных инвестиций не запланировано. Но, тем не менее, судя по динамике, я думаю, в ближайшие годы мы вернемся и к сетям ЛТЕ. Поскольку, как минимум, мы обязаны это делать, сходя из лицензионных соглашений, лицензионных условий. То есть, у нас очень динамичная отрасль. Поэтому, даже если что-то не происходит сегодня, обычно ждать долго не приходится. На сегодняшний день наша задача наладить качество на той сети, которая уже построена в последние годы. И предоставить максимально выгодные продукты, услуги нашим абонентам в Алтайском крае. Соседний с нами регион, Республика Алтай, остается до сих пор белым пятном на карте Теледва. Планируете ли покрывать этот регион? Если да, то когда? Ну, смотрите, сегодняшний рынок, он характеризуется некоторыми вещами. Во-первых, у нас есть перенасыщение мобильной связью. Фактически, у нас СИМ их в два раза больше, чем население Российской Федерации. АРПУ существенно снизилось в последние годы. И на сегодняшний день является одним из самых низких в мире. Поэтому, зачастую, выход в новый регион, он фактически ничего, кроме убытков, не несет. При этом наши абоненты, они могут, те же абоненты из Кемерово, из Алтайского края, могут воспользоваться услугами в роминге от наших конкурентов, фактически. В том числе и в Республике Алтай. То есть, фактически, они потребляют наши продукты. Им это ничего не стоит. Или стоит примерно столько же, сколько будет стоить, если они будут находиться вовнутри сетевом роминге. Ну, и иметь доступ к сети, соответственно, доступ ко всем продуктам СИМ-2. На сегодня эта проблема решается так. К сожалению, действительно, Алтайский край, Республика Алтай, это не единственный регион, где мы не присутствуем. Есть целый ряд других регионов. Но это, наверное, болезнь роста. Мы молодая компания, мы растем, пока еще не достигли всех регионов Российской Федерации. Ну, и есть, я уже упомянул, объективная проблема – это рыночные реалии, в которых мы живем. Что будет теперь, какие в связи с этим планы, как они меняются? Ну, фактически это уже произошло. Именно поэтому в прошлом году мы официально и неофициально, и внутри, и вовне признали, что стратегия голосового дискаунтера, на который долго ехала Теледва и успешно развивалась, она просто устарела морально и физически. Мы приняли новую стратегию. Новая стратегия говорит о том, что мы будем привлекать клиентам выгодой. Даже если мы не отличаемся сильно по цене, то это не проблема, поскольку зачастую отличие в 50 рублей в месяц не является определяющим ценным фактором для массового сегмента рынка. Поэтому мы будем привлекать клиента не большими скидками, а выгодой. Выгода будет отражаться и в наполнении тарифов, и в тех дополнительных условиях, про которые я уже сегодня говорил. В честном, в простом подходе к работе с нашими клиентами. Мы будем стараться не копировать продукты конкурентов, а наоборот выпускать свои новые продукты, при этом понимая, что они при успешности будут, скорее всего, скопированы. Исходя из этого, для нас очень важно, чтобы мы эти продукты выпускали регулярно и делали это довольно быстро. То есть вопрос времени выпуска на рынок становится очень важным. И третья очень важная вещь, это если раньше мы были только телеком-компанией, и продукты были только телекомовские, сегодня мы говорим нет, мы хотим, чтобы клиенты имели возможность, если они, конечно, хотят потреблять от нас весь спектр различных услуг, в том числе из смежных отраслей, это и интернет, это и ритейл, это и финансовые услуги, широкий спектр услуг и продуктов, которые потребляет современный человек. У нас уже сделаны первые шаги, можно о них и говорить. Допустим, у нас есть программа «Свои», которая позволяет накапливать баллы за счет покупки у партнеров-ритейлеров и конвертировать эти баллы в оплату за мобильную связь. Фактически активные участники могут сделать бесплатно и мобильную связь. С точки зрения финансов мы выпустили в партнерстве с Тачбанком кредитную карточку. Соответственно, она тоже увязана с телеком-продуктом, это во многом такой конвергентный продукт. С точки зрения интернет, у нас очень много партнерств в интернете, которые позволяют людям пользоваться приложениями, при этом не забывая, что они абоненты Теледва. То приложение, про которое я говорил, Дабкик, которое позволяет совершать медиазвонки, это одно из них. И дальше, самое главное, этих партнерских приложений и предложений будет больше. И мы надеемся в ближайшем будущем выстроить встроенную экосистему вокруг абонента. Соответственно, сделать его жизнь удобной, прозрачной и простой. Вы говорите, что телеком-компании перестают быть в чистом виде телеком-компаниями. А какие этапы дальнейшего развития возможны? Ну вот давайте пофантазируем, буквально в футурологию поиграем. Во-первых, будет дальнейшее стирание границ телекома. То есть телеком из отдельно стоящей отрасли превратится в широкое поле, где он будет бесшовно контактировать с интернетом, бесшовно контактировать с онлайновым ритейлом, с оффлайновым ритейлом, с финансовыми услугами, многие из которых будут совершаться в интернете. Это, наверное, будущее. Соответственно, телеком-компании текущие, они имеют широкое поле для выбора своей стратегии. Кем они хотят остаться? Они хотят чисто фокусироваться на предоставлении инфраструктуры или они хотят быть игроком в том числе в одном или нескольких секторах экологической системы вокруг потенциального клиента. При этом многие вещи можно сделать в партнерстве. Не обязательно становиться банком, чтобы предоставлять финансовые услуги, можно сделать в партнерстве с банками. Это одна история, а технологически, я думаю, не за горами приход 5G. Это действительно, на сегодняшний день этой технологии пока нету, она тестируется, но в телекоме все происходит очень быстро. Поэтому, я думаю, в ближайшие 5-7 лет мы увидим реальное внедрение данной технологии, мы увидим реальный клиентский опыт, построенный на 5G. Также, что это будет, мы пока не знаем. Мы знаем первые предложения по применению данной технологии, они сегодня уже обсуждаются. Допустим, управление машиной на дистанции, это какие-то дополненные реальности, виртуальные реальности. Ну, как всегда бывает, жизнь все расставит на свои места, я уверен, появятся новые применения, приближенные к реальной жизни, которые будут позволять людям жить проще, пользоваться благами вот этого нового цехового мира, в котором мы с вами все больше и больше живем. Сергей, спасибо вам большое за беседу. Большое спасибо. Субтитры подогнал «Симон»